Каждую неделю появляется информация о новинках в автомобильной индустрии. На этот раз наш коллега Иван Зинкевич расскажет про будущие премьеры в классе компактных кроссоверов. Компактники популярны во всех сегментах кроссоверов. Они имеют много преимуществ. Это недорогие авто с хорошими характеристиками и комплектациями. А некоторые могут похвастаться еще и мощными моторами. Но это сегодня. А что мы увидим завтра? Lexus обычно скрывает все свои новинки. Но в этот раз второе поколение компактного кроссовера NX все-таки заметили на испытаниях в Колорадо. Прототип сохранил знакомые формы, но слегка вырос в размерах. Спереди машина стала выглядеть чуть свежее. Решетка радиатора приобрела форму трапеции. А фары стали одним целым. А не разделенными на две части, силовые агрегаты, вероятнее всего, перейдут в наследство от версии RAV4 Prime. Флагманским будет гибридный силовой агрегат мощностью 306 лошадиных сил. А также в линейке может появиться шестицилиндровый мотор объемом 3,5 литра от Camry. Презентация состоится не раньше конца 2021 года. Специалисты BMW работают над новым, третьим поколением своего самого компактного кроссовера X1. Новинка будет немного больше нынешней модели. Кроме того, она не получит гигантских фирменных ноздрей, а вот решетка радиатора все равно выглядит очень большой. Модель базируется на модифицированной версии переднеприводной платформы BMW. Но опционально будет также доступна система полного привода. Новинка получит широкий спектр силовых агрегатов, включая традиционные бензиновые и дизельные двигатели, а также несколько электрофицированных версий разной мощности, в том числе и подзаряжаемую гибридную. Точные технические данные пока неизвестны. Премьера ожидается во второй половине 2021 года. Презентацию электрического кроссовера Mercedes EQA планировали провести в прошлом году, но перенесли ее на вторую половину января. Модель выполнена в стилистике электрического подразделения штутгартской компании. Кроссовер получил умную навигационную систему, которая при построении маршрута учитывает погоду, а также запас хода батареи с учетом остановок для зарядки аккумулятора. Известно, что первой станет доступна базовая моноприводная версия с мотором мощностью 190 лошадей, а позже выйдет модификация на 272 лошадиные силы с полным приводом. В Европе эта модель появится в салонах уже весной. Тенденции развития компактных кроссоверов очевидны. Как ни странно, они все растут в размерах, как грибы. У всех в линейках двигателей появятся гибридные, а у некоторых и полностью электрические версии. Все это, конечно, очень технологично и современно, но что будет с ценами? Ведь они вполне могут дорасти до среднеразмерного подкласса, а там своих лидеров хватает.